Привет, друзья! Вчера мне провели небольшую операцию по выпрямлению двух сломанных пальцев на руках. Несмотря на ее несложность, все-таки ее делали под общим наркозом. И каково же было мое удивление, когда я, открыв глаза после наркоза, увидел обе руки, упакованные вот в такие два огромных гипса. И, конечно, вместо двух пальцев они изолировали полностью обе кисти руки. Я, конечно, возмутился и после продолжительных переговоров получил замену. Вот такие две бельевые прищепки на оба пальца. Конечно же, две такие прищепки на пальцах это не повод для того, чтобы не заниматься спортом, но хотелось бы заниматься любимыми гирями. И тут я понял, насколько же здорово то, что я умею правильно держать гирю, знаю правильный хват. А именно, хват, который я называю перчаткой, когда рука входит в дуж к гире, и так же легко, как в перчатку, и все пальцы остаются свободными, и на них не действует никакая сила. То есть мы не должны удерживать гирю пальцами. Вот хват, который совершенно спокойно позволит мне поднимать гирю практически любого веса, даже с травмированным пальцем. Остается еще одна проблема. Как же удерживать гирю внизу? Здесь нам приходится использовать пальцы, но нет. Мы можем использовать технику гиревиков, когда они совершают длительный рывок. При этом они меняют место, в котором удерживают дужку. Они могут удерживать дужку здесь, вот, мизинцем, тремя пальцами, мизинцем безымянным и средним. Могут удерживать всеми четырьмя в середине дужки, а так же, когда кисть устает, менять положение вот на такое. Два главных пальца, указательный и средний, выходит в замок с большим пальцем. При таком положении наш травмированный палец совершенно не травмируется. А теперь я покажу, как провести полноценную тренировку с двумя шестнажками. Итак, для начала делаем взятие на грудь, используя хват перчатку и ловим на передние пальцы при сбросе. А сейчас добавим обыкновенный жим, то есть делаем жим по длинному циклу. Совершенно точно так же можем производить и рывок шестнажки. Не забываем опускать гирю на передние пальцы. Как видите, поврежденный палец совершенно не затрагивается. Я могу спокойно провести тренировку. Надеюсь, я дал вам еще один стимул для правильного изучения правильной техники при работе с гирями. А еще хочу поздравить всех с великим праздником Победы. И хочу пригласить всех на свой телеграм-канал, который просто бурлит. Мы обсуждаем технику, шутим, делимся видео, обсуждаем их. Заходите, ребята, будет интересно. Пока.